Первые шаги в науку. В отделе природы Краеведческого музея идет подготовка к открытию первой областной детской зоолаборатории. Первое оборудование уже завезли. Это четыре современных микроскопа. На подходе еще одиннадцать. Они приобретены на средства гранта географического общества, который в марте выиграл автор проекта Антон Воробьев. Основная идея в том, чтобы дать возможность заинтересованным детям прикоснуться к настоящей науке непосредственно. То есть не какими-то воспользоваться учебными пособиями, так скажем, детскими микроскопами или еще чем-то, а прикоснуться к настоящему, прикоснуться к живому, увидеть это живое. Не положить под микроскоп там уже зафиксированную где-то там какого-то комарика, а живого самостоятельно положить. Биология, экология, патриотическое воспитание, краеведение, туризм. По этим направлениям будет работать зоолаборатория. К работе, кроме научных сотрудников музея, привлекут и преподаватели иркутских вузов. Курс обширный и будет посвящен обитателям как мирового океана, так и земного шара в целом. Для детишек будет представлено очень много видов моллюсков, разное по размеру, по окрасу. Детям будет представлено строение моллюсков, их физиологические особенности и их особенности содержания в домашних условиях. Кроме того, мой коллега будет показывать разных беспозвоночных животных, таких как членистоноги, это пауки, скорпионы, многоножки и класс насекомых, такие как тараканы. В зоолаборатории будет и живой уголок. Сюда сейчас завозят птицы и рептилии. В планах у организаторов привести инкубатор. Школьники будут выращивать яйца перепелов и исследовать развитие эмбрионов. В лаборатории одновременно смогут заниматься до 30 детей по 2-3 раза в неделю. Для разнообразия предусмотрены и выездные занятия на природу. Детская зоолаборатория откроется в начале сентября. Туяна Немаев, Александр Мокин. Новости сейчас.